Итак, Анкап получил около 55% голосов избирателей, что сняло вероятность второго тура, о которой изначально шла речь. И мы считаем, что это очень хорошо. Анкап является продолжителем стратегического курса покойного президента и ориентирован на дружбу и партнерство с Россией. Его позиции и программа являются, конечно, круабхазскими, но в то же время в наибольшей степени отвечают национальным интересам России, как на Кавказе в целом, так и в Абхазии в частности. Именно Александр Анкап дает наиболее приемлемые для России ответы на все острые вопросы российско-абхазских отношений. А его личные качества дают основания полагать, что избранный президент будет придерживаться публично обозначенного им внутри и внешнеполитического курса. То есть мы считаем, что эта победа при всем уважении к проигравшим кандидатам для России не более выгодна. И это очень хорошо, что к власти Республики Абхазии пришел именно этот человек. Его соперники, которыми были всего два человека, в отличие от предыдущих выборов, это был премьер-министр Сергей Шамба, бывший министр иностранных дел, и лидер оппозиционного форума народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Они набрали, соответственно, 21% и 20% голосов избирателей. И этот очень большой разрыв в показателях не позволил проигравшим кандидатам использовать разрабатывавшийся ими план дестабилизации обстановки в Абхазии под предлогом массовой фальсификации результатов выборов. К сожалению, эта тема была абсолютно актуальна практически вплоть до последнего момента. Но положительную роль в этом сыграла и скандал вокруг разоблачительного интервью Тенгиза Китавани. Разоблачительного, конечно, в кавычках. Ну, всем известно, нет смысла это все повторять, что интервью Китавани, и, увы, мы знаем, что за этим действительно стоял штаб Шамбы, пытался опорочить кандидат Анкваба в глазах избирателей, но из-за этой затеи ничего не вышло. А вот градус общественного противостояния это, конечно, сильно подняло. Ну вот, после всего этого скандала в Сухоми практически умолкли голоса тех, кто ориентировался на силовое противостояние. Перейдем уж к самому Анквабу. Кто он такой вообще? О нем очень много, конечно, говорят, и некоторые, без всяких на то оснований, его считают антироссийским политиком. Ну, отчасти вина за это лежит, конечно, на самом Александра Золотинсковича. Он не считает нужным оправдываться и разъяснять некоторые моменты в своей достаточно сложной жизни. Ну, по крайней мере, делать это постоянно и публично. А, к сожалению, вот законы общественной жизни, они иногда такие, что иной раз надо одно и то же повторить 20 раз, да, чтобы люди наконец поняли, как обстояли дела. Он этого не делает. Но, тем не менее, антироссийским политиком, конечно, не является. Он считает, что отношения с Россией после его избрания будут только улучшаться. Считает Россию приоритетом, ориентиром, безусловным, стратегическим партнером Абхазии. Конечно, можно сказать, что то же самое говорят и остальные кандидаты, но на самом деле они говорят не совсем то. У Анклаба именно вот эта пророссийская линия на стратегическое партнерство с Российской Федерацией выражена наиболее четко и безусловно. Он не отрицает необходимости налаживания экономических и политических связей с другими государствами, но говорит, что мы никому не позволим здесь хозяйничать. Он считает, что все эти связи могут быть ограничены только экономикой, речь о стратегии не может идти. То есть он не намерен усиливать многовекторность абхазской внешней политики, которая декларировалась с Сергеем Шамбой. Ну, а что касается грузинской ориентации, то я не думаю, что здесь эту тему интересно развивать, но все эти обвинения действительно не соответствуют. Это просто очень долгая история, если каждую из них отдельно разбирать. Теперь, что касается двух остальных кандидатов. Очевидно, что не Рауль Хаджимба, который был российским кандидатом на выборах 2004 года. Ну, российским в кавычках, конечно. Я имею в виду, что определенные, назовем их так, финансовые группы в России, в Москве ставили на этого кандидата. Ну, подробности той кампании мы все прекрасно помним, они чуть было не завершились кровопролитием. К счастью, этого сумели избежать. Значит, так вот, ни Хаджимба, ни Сергей Шамба, которую рассматривали в качестве пророссийского политика большинство московских экспертов, в действительности таковыми не являются. Тут приведено множество цитат из различных выступлений Рауля Хаджимба, которые это доказывают. Его позиция по пограничному селу Аевга, по санаториям ВОО, по различным стратегическим вопросам строительства Абхазского государства, да, пожалуй, можно назвать, если там не антироссийскими, то близкими к этому. Вот, он сам так не считает, но при этом, объясняясь насчет всех вот этих тем, постоянно говорит о трагедии махаджирства, это все вот цитаты, о блокаде других методов воздействия, которые оказывала Россия на Абхазию. О принципиальной позиции Абхазии, направленной на построение своего собственного государства, принципиальной позиции. Значит, говорит о здоровом прагматизме, который должны сопровождать межгосударственные отношения России и Абхазии. Все это правильно, конечно, и в самом по себе, в каждом из этих слов и выражений ничего страшного нету. Но вот все вместе и в контексте предвыборной кампании это приобретает абсолютно определенную окраску, и не замечать ее достаточно странно. Когда он выступал на внеочередном съезде форума национального единства, он прямо говорил с болью, с горечью, обо сны, теряющей свой суверенитет из-за подписанных с Россией соглашениями по военным базам и пограничным войскам. Призывал Абхазовых опираться на собственные силы. Высказывал сомнения в прочности нынешнего российско-абхазского партнерства из-за оппозиции руководства России. Опять-таки, можно сказать, что это вполне здраво. Он говорил о том, что кто его знает, как будут эти отношения развиваться, если руководство России вдруг сменится. Но вот все вместе это опять-таки было вполне однозначно. И говоря о выборах президента, он заметил, что в последующем суверенной Абхазии уже может и не быть вообще. Вот все эти цитаты показывают, о чем думает Рауль Хаджумба, какие проблемы его волнуют. В паре с ним баллотировалась на пост вице-президента Светлана Джергения дава первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Уважаемый человек, которая, кстати, по мнению многих, и дала Раулю Джумковичу много дополнительных голосов. Возможно, что если бы он баллотировался вместе с кем-нибудь другим, то его победа была бы не победа, его третье место было бы не таким убедительным, скажем так. Но Светлана Джергения по всем этим вопросам высказывалась еще жестче. Она прямо говорила, что ее настораживают тенденции принятия решений, ведущих к ограничению суверенитета государства. Ее очень волновали вопросы, связанные с соглашением об охране государственной границы. Обо всем об этом. Около 40 межгосударственных соглашений российско-абхазских, о содержании которых осведомлено ограниченное количество людей. И еще раз повторюсь, что в контексте предвыборной кампании все эти в целом здравые опасения приобретали вполне ясный оттенок. Теперь к программе. У кандидатов на пост президента Абхазии были программы, они были абсолютно различны. Это вот интересно, насколько разные программы они все представили. Вот если Рауль Джункович представил интересную программу, которая назвала «75 шагов к справедливой и благополучной жизни в Абхазии». Там действительно 75 пунктов, каждый из них абсолютно декларативен и такой популистский характер они, конечно, носили. Но даже среди этих 75 пунктов мы видим, что особый акцент делается на вопрос репатриации, повышение роли и значения абхазского языка, развитие абхазской культуры, литературы, искусства. Ничего плохого в этом, естественно, нет, это совершенно нормально. Просто галочка там стоит и такая вот весьма четко. Вот. У меня, например, очень понравился пункт, когда он обещал разработать закон об оружии с учетом традиционного массового вооружения. Это пункт, который возможен, наверное, только в Абхазии, ну и еще, может быть, в Южной Осетии. Вот. В области внешней политики, а эта группа пунктов шла у него самая последняя, первым идет усилие по признанию нашего государства субъектами международного права. Правда, при приоритетности дальнейшего выстраивания взаимовыгодных равноправных отношений с Российской Федерацией. Ну, экономическая и социальная программа его носили в тот же декларативный характер. Оно и понятно. В одном предложении никакую программу ты раскрыть не можешь. Можешь только декларировать какие-то вещи, например, абсолютно популистские заявления о повышении очень существенном. Ну, не очень может быть, где-то в два раза, да, получается. Там до 7 тысяч не менее зарплат работникам образования, медицины. Это все прекрасно, но на это нет денег. Вот. И всем это было прекрасно понятно. В этом плане, правда, Шамба его значительно переплюнул, потому что финансовая поддержка, которую он обещал всем своим населением, намного больше, чем то, что предлагал Хаджимба. И Анпап не выдержал и в своей программе это все обсмеял. Потому что действительно подобные заявления были неадекватными, к сожалению, действительности и нынешнему состоянию бюджета Республики Абхазия. Значит, Шамбовская программа в этом плане действительно была самая неровная, эклектичная и совсем малореализуемая. Ну, там нет смысла всю ее анализировать, но обещалась довольно большая материальная поддержка. Ну, например, семьям, в которых двое более детей. А сколько таких семей по Абхазии никто не знает. Тогда вот как данные там по семьям с тремя детьми, например, и более, они имеются. А по двум понятно, что это не такая уж и редкость, да. Ну, сколько их, неизвестно. И разговор о финансовой поддержке, как правильно заметил Анклап в своей программе, конечно, выглядит, мягко говоря, несерьезным. Ну, интересно, что программ у него было несколько. И самая интересная программа Шамба, которая одно время висела на его предвыбранном сайте, потом оттуда внезапно была убрана и пропала. И в интернете она осталась только в кэше, там, Яндекса и других поисковиков. А вот эта программа очень настораживает, прямо скажем. Она конкретно националистическая. Националистическая, я бы сказала, уже в таком смысле, которая переходит в разумные рамки. Потому что, в принципе, национализм это абсолютно нормальное явление. Если речь идет о любви к своей нации, к ее языку, к культуре, тут, конечно, ничего, как говорится, возразить невозможно. Вот, однако, если посмотреть Шамбу в программу Сергея Шамбы, то мы увидим, что он выходит значительно дальше. Вернее, планировал выйти. Потом, как я уже говорила, эта программа внезапно исчезла. И вот это все вот как-то осталось непонятным. Потому что ясно, что случайно она оказаться там не могла. Точно так же не могла случайно и пропасть. Все это как-то странно. Так вот, эта программа является самой националистической из всех трех предвыборных платформ. Хотя, вообще-то, абхазским националистам и выразителям этих идей считают, еще долгое время считали, как раз Раулю Хаджимбу. И вот Шамба пишет в программе своей, что в последнее время наблюдаются негативные процессы, связанные с территориальными претензиями к Абхазии и соседних государств. И речь там, из контекста тоже хорошо видна, идет именно о пограничном конфликте с Россией. Потому что к Грузии мы этот пассаж не можем никак отнести. Грузия, как известно, считает Абхазию частью своей территории. Ну, это ее глубокое заблуждение, но, тем не менее, речь о другом. И говорится о том, что, значит, ни пяти земли мы никому не отдадим. Все это достаточно резко, абсолютно не соответствуя, так сказать, реальному положению дел. По мнению Сергея Шамбы, Абхазия должна проводить независимую внешнюю политику. Он, конечно, говорит о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Но там же идут и равноправные отношения, добрососедство и сотрудничество с другими народами и государствами. И главное, он, конечно, очень много пишет, намного больше, чем все остальные кандидаты, о мерах по расширению репатриации и возвращению потомков махаджиров на историческую родину. Самое главное, что, конечно, поразило в его программе, и не только меня, а, к сожалению, многих людей, Сергей Шамбан намеревался внести изменения в закон о государственном языке, значительно усилив статус абхазского языка по сравнению с другими языками, использующими в официальном обороте. Абхазский язык, считает он, должен стать единственным государственным языком в Абхазии. Причем на полный перевод в дело производства, вообще все системы образования, всего одним словом, на абхазский язык он отводил всего лишь пять лет. Вот, очевидно совершенно, что в нынешних условиях это просто провокация, это просто невозможно сделать, даже вопрос не о целесообразности, необходимости этого, а о том, что это просто сделать нельзя. К сожалению, не все абхазы в достаточной степени владеют родным языком. Что касается представителей других национальных общин, а в общем они составляют большую часть населения Абхазии, то, к сожалению, мы здесь можем говорить о том, что они абхазским не владеют практически вообще. Это очень сложный язык, который вот, ну, Танклап, например, не раз там видел это сравнение, сравнивает его с фенгерским, считает, что он второй по сложности. Я, конечно, не знаю, но это действительно, любой человек скажется, это очень сложный язык.